ВОЗДУШНОЕ ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА При этом я еще ветеран боевых действий. Я украинец. В советское время моего отца, профессионального военного, перевели на территорию, которую сейчас мы знаем под названием Российская Федерация. Поэтому мы остались в России. И я пошел по призову тогда еще в Российскую армию и остался служить дальше. Больше 20 лет назад мне хватило пары поездок на войну в Чечне, чтобы понять, что вся эта война это просто очень большая ложь тех, кто захватил власть в России. Что того, к чему мы готовились, то, что нам говорили, то, что мы ожидали там увидеть на этой войне, все это не так абсолютно. Сейчас, повоевав больше 20 лет назад за Россию на войне в Чечне, я воюю против России. Только теперь на информационном фронте. Не с оружием в руках, но с камерой в руках. Мы решили сделать такой проект совместно с информационным изданием Украинформ, национально-украинское информационное агентство. И этот выпуск, в первую очередь, это обращение к россиянам, которые сейчас находятся в Украине, воюют против Украины. Или которые скоро могут оказаться на их месте. Или которые очень хотят оказаться на их месте. Поэтому этот выпуск, это обращение к таким людям. Почему я имею право обращаться к этим людям? Потому что у нас это уже было больше 20 лет назад. Я на вашем месте был. А вы, дай бог, может быть, на моем будете. Мы уже это все проходили, мы это уже все видели. Я могу просто примерно вам рассказать, что будет дальше. Перед отправкой в Чечню. Нас тоже очень хорошо готовили. Ну, может быть, не так, как вас. Вас готовили последние 20 лет. Нас готовили перед отправкой в Чечню полгода. Нас снимали с работы. Мы играли в войнушку. Отражение нападения на колонну, освобождение заложников, зачистки. Все, как положено. Но самой главной подготовкой была психологическая подготовка на базе учебного центра ВД. Много часов нам показывали различные видео. Вели с нами определенные беседы. По поводу того, что происходит в Чечне. По поводу того, зачем мы туда должны поехать. Почему это важно и жизнь необходимо. Нас воспитывали вот эту ненависть и ярость для отправки в Чечню. Попав там уже на место, там уже в Чечне, я не знаю, через несколько дней было понятно, что там совершенно все не так, как мы представляли, как нам рассказывали. Я думаю, все то же самое. Те, кто сейчас находится в Украине с оружием, кто воюет против Украины, я думаю, они давно уже это поняли, они уже увидели, что там совершенно все не так, как им рассказывали. Все, к чему нас готовили перед отправкой в Чечню, все это оказалось полнейшей ложью. В 2014 году мы провели в партии «Яблоко в Москве» конференцию «Война в Украине. Чеченское зеркало». Я делал фото-выставку с фотографией из Чечни и из Украины, когда только началась война в Украине. Мы взяли 100 фотографий и на 10 баннерах смешивали их. В центре смешали все фотографии с Украины, с Чечни, попросили просто людей посмотреть. Вы видите разницу? Разницы нет никакой. Все эти войны строятся по одному этому КГБшному, ФСБшному сценарию, которым их еще учили во времена Холодной войны. И то, что вы сейчас делаете, мы все это проходили уже больше 20 лет назад. Поэтому я хочу обратиться именно к вам, к тем, от кого сейчас зависит, стрелять по людям, не стрелять по людям в Украине. Я просто хочу сейчас в двух словах вам рассказать, что вас ждет в будущем. Во-первых, вы никому не нужны. Не там в Украине, не в России. Если вы думаете, что вы там кого-то защищаете, что вы там кого-то спасаете, что за мной всем Россия, это совершенно не так. Мы тоже так думали. Вы никому не нужны. Когда вы приедете, если вас не убьют, если вам повезет, вы приедете, а если повезет, еще приедете с руками, с ногами, может быть, даже не с сильно убитой психикой, привыкайте к тому, что очень часто при общении, при обращении каких-либо органов и прочего вы будете слышать фразу «Мы вас туда не посылали». Это самая любимая фраза государственных органов везде. Когда речь заходит о том, что вы ветераны, что вы где-то выполняли там свой какой-то долг, вас куда-то там родина посылала, правительство ваше, чиновники и прочие будут об вас просто ноги вытирать. Для них будут просто фрики такие, знаете, такие забавные зверушки. Ха, вот это вот он в Украину ездил, воевал. Ха, дурачок. У нас-то все нормально. А нахрен ты туда ездил? Че, не мог дома остаться? Что касается боевых, которые вам сейчас обещают, забудьте, мы через это все проходили, кто был в Чечне. Нет там никаких боевых. Я пытался делать расследование по поводу... Я почитал количество отрядов, количество денег, количество людей. Примерно цифры были известны. Я почитал, там миллиард, десятки миллиардов долларов на нас просто украли за эти годы войны в Чечне. Они списывают деньги. Они вас отправляют, вам, даже если вам что-то заплатят. Вам заплатят три копейки. Все остальное украдут. Как мы приезжаем из Чечни, нам говорят, вот вам пять тысяч рублей, а остальные задерживают. Где они задерживаются, неизвестно. Потому что по тем документам, которые шли со штаба группировки войск российских в Чечне, в Конкале, на нас эти деньги переводят. Только нам их не дают. Я восемь лет судился после последней коммунировки в Чечне. Это было просто издевательство отовсюду. От финансовых казначейств, от специальных отделов финансовых казначейств, от судов. Над нами все издевались. И даже какая-нибудь секретарша в суде говорила, а вы знаете что? А зачем вам деньги? Деньги это зло. У вас всегда будут проблемы с поступлением на учебу или на работу. Потому что на учебу вас не будут брать. Ваши льготы, ваши ветеран боевых действий, они никому не нужны. Я это все много раз проходил. Что касается работы, брать людей с клеммом. Ветеран боевых действий мало где берут. Потому что вас изначально считают, что у вас у всех поехавшая крыша немного. Что может быть сейчас вы спокойный, сейчас вы выглядите как человек. Но в некоторой ситуации у вас потом что-то срабатывает, и вы становитесь просто опасны. Потому что все воины постсоветского пространства, они все немного ненормальные, они все немного психопатичные. Люди получают там очень большие психологические травмы. И когда вы возвращаетесь, уже знают, что вы уже немного ненормальные. Потому что то, что там происходит, это ненормально. И вы в этой ненормальной обстановке находитесь долгое время, у вас у всех происходят необратимые изменения психики. Вас не будут брать на работу, вы опасны. Вас на стоянку не возьмут, потому что там машины дорогие. Вас в супермаркет не возьмут, в охрану. Потому что там люди. Приготовьтесь к тому, что чаще всего судьба ветеранов боевых действий, которые возвращаются домой, она чаще всего не очень хорошая. Если брать, по примеру, нашего ОМОНа, там ни у кого ничего не получилось. Нет красивых историй, что люди возвращаются с войны и там. Эти люди оказываются либо в тюрьме, потому что они уже не могут по-другому действовать, либо они спиваются. Очень мало кто доживает до старости. Одному нашему бойцу в грозном российским же танком оторвало ногу. Солдат спрыгнул на танки, впечатывал парня в стену. Выше колено оторвало ногу ему. Но повезло, остался живой. Когда отправляли домой, генерал, начальник УВД нашего областного, он в эфире телеканалов так вот тряс ключами, типа вот пацану квартиру даем. Там у него двое детей маленьких. Пострадал на войне за родину там, без ноги остался. Когда он приехал, забыли все просто. Его уволили по инвалидности. Назначили ему вот такую вот пенсию, которой там, не знаю, на салфетке может быть хватит, на лекарства не хватит. Он жил на съемной квартире, работать не мог. Там помогли просто друзья через один из фондов взять ему квартиру, чтобы он себе... Мы его сами перевозили. Мы брали в тихушку технику с ОМОНа и перевозили его вещи все, мебель, сами бойцы. Никто ему не помогал. Про него все забыли просто. Вас будут бояться девушки. Если вы думаете, что как в фильмах, ветераны приходят с войны, они завидные женихи, они все такие красивые, может быть даже в форме, может быть какие-нибудь там медальками вам дадут обязательно. Нам тоже давали вот эти вот все железочки. Это не так, потому что вы опасные. Более того, зачем нормальной девушке вот этот ветеран, которого не возьмут на работу никуда, про которого все будут говорить, что он в принципе немного псих, неженатый не женишься, что женатый разведешься, будут вам говорить, что вы лохи, что вы как лохов развели, послали вот на эту скотобойню, даже если вы выживете. Потому что это тоже сейчас под большим вопросом. Это не 2014 год. Для тех, кто решил сделать украине плохо, ничего хорошего не будет. Ни у кого в мире эту поддержку не нашло, кроме там этих путинских евнухов. И откуда там из Сирии, вот из этих там Эритрея, где там сомалийские пираты, ну свои же пираты, у вас есть простой выход. Вы можете стрелять, а можете не стрелять. На спусковой крючок нажимать или на спуск там в танке или там Д-30 вас никто не заставляет. Вы сами это делаете. Есть куча всяких способов, как сохранить, может быть остатки совести, остатки психики и жизни человеческой сохранить. Можно просто это не выполнять. Потому что преступные приказы выполнять не надо. Даже по примеру Чечни, я могу сказать, что когда были какие-то непонятные вещи, нас кидали на какие-то непонятные, совершенно убийственные, самоубийственные спецоперации, да, получилось так, что мы отказались на них ходить. Нас как мясо будут туда бросать, максимум 15-20 минут боя при столкновении прямого, мы отказываемся ходить на эти операции. Был большой скандал, они прислали какую-то комиссию. Две недели мы ничего не делали. Мы не воевали вообще. У нас все было хорошо. Никто не ходил ни операций, мы ничего не делали. Все, можно было вешать любой флаг над нами, там, пиратский. Мы просто взяли вещи все, вынесли их так в коридор в том здании, где мы жили, бывшие школы. Положили автоматы, сказали тогда, вот вам автоматы, вот вам боеприпасы, мы поехали домой. Дайте нам бумагу, мы пишем рапорта об увольнении. Он говорит, вы что, вы по законам военного времени, трибунал, расстрел, какое военное время? Войны же нету. На контртеррористической операции. Вы сейчас в Украине не на войне, как говорят в Кремле. Вы сейчас на специальной военной операции. У нас была антитеррористическая операция, контртеррористическая операция, в Украине специальная военная операция. Поэтому войны нет. Те люди, которые говорят, что нет, нам нельзя, вы что, мы должны выполнять приказ, иначе нас посадят, нас расстреляют. Да никто вас не расстреляет. Вас могут уволить. Вы же не на войне. Увольняйтесь, выбирайте свое право жить. Смотреть людям в глаза, честно. Не убивать детей, не убивать граждан, которые воюют за свою страну. Хотя бы просто не стрелять. Не стрелять по людям, вообще просто не стрелять. Сейчас уже прошло почти три недели. Говорят о том, что мы не знали, мы на учение поехали. Это уже не прокатит. Вы уже все все знаете. Просто, просто выбирайте жизнь. Вам потом жить еще. Многие ребята молодые, не надо этого делать. Просто живите. Когда мы с некоторыми подразделениями говорили по ночам, на постах сидим, по рации разговариваем. Типа, блин, мы сейчас все соберемся с чеченцами вместе. Пойдем сейчас ханкалу разнесем с этими уродами. Потом на Кремль пойдем с ними разберемся, что они творят вообще тут. Вот с теми надо разговаривать, которые в Кремле. Точнее не разговаривают, а просто там душить их надо. За то, что они с людьми делают. Ребят, давайте. Все это было уже много раз. Просто останавливайтесь. Просто останавливайтесь. Подумайте, что происходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова